Здравствуйте, дорогие мои, сегодня я предлагаю приготовить запеченные кабачки. Блюдо очень простое, но от этого не менее вкусное. Для приготовления мне понадобятся следующие продукты. Я беру 3 молодых кабачка, 1 столовая ложка сверху панировочных сухарей, 150-200 г сыра, 1 помидор и 1 зубчик чеснока, соль и перец по вашему вкусу. Прежде чем заняться кабачками, я включила духовку и поставила ее разогреваться до 200 градусов. Кабачки я вымыла и каждый обрезаю с двух сторон и после этого на две половины. Теперь с помощью ложки я уберу внутреннюю мякоть, не очень много, чтобы получилась вот такая лодочка и теперь все мои кабачковые лодочки я выложу на пергамент и немного подсолю и отправляю противень в духовку на 20-25 минут, а в это время я порежу помидор сначала на две части и потом такими полукружками. Теперь натру сыр на крупной терке, переложу его в пиалу, добавлю к нему панировочные сухари и все перемешаю. Сухари можно добавить больше, они впитывают лишний жир, который образуется при плавлении сыра и способствует появлению более румяной корочки. Теперь мелко порублю чеснок, как я уже говорила, чеснок можно не использовать, просто я его люблю и поэтому добавлю везде, где можно. Кабачки я достала через 25 минут и теперь делаю так, в каждую лодочку кладу немного чеснока равномерно распределяю по всем. Сверху выкладываю ломтики помидоров, выкладываю так, чтобы они были внутри, и теперь сверху сыр сухарями, если помидоры не хотите использовать, просто укладывайте в углубление сыр и опять в духовку еще минут на 20 до образования румяной сырной корочки. На этом все, блюдо готово и можно перемещать кабачки на тарелку. Вот такое очень простое и очень вкусное блюдо у меня получилось и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита! Благодарю вас за просмотр, если рецепт понравился, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, комментируйте и подписывайтесь на наш канал. До свидания! Я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях! До свидания! До свидания! До свидания! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова